Узбекистан Откуда ни возьмись, возникает сотрудник милиции с неизменными вопросами. Почему снимаете? Кто разрешил? С подобными фотозапретами на съемку постоянно сталкивается ташкентский независимый журналист Василий Марков. Зачастую под давлением представителей власти вынуждены удалять из своей камеры сделанные снимки отнюдь не секретных или стратегических объектов. Я чувствую, что у меня появился комплекс запретов на фотографирование. То есть я лишний раз стараюсь не вынуть с фотоаппарат, не щелкнуть затвором. И даже если это просто делаю на фотосотовый телефон, стараюсь не делаться, если нет в этой необходимости. Почему? Потому что где бы ты это ни попытался сделать в Ташкенте, почти всегда тебе подойдет себя к форме или не форме, но представится сотрудником. И как минимум попросят показать все фотографии имеющиеся, а то еще и удалить все. Один из последних случаев, ну казалось бы, чего уж безобиднее фотографировать магазинные вывески. Нет, тут же подошел человек, сказал, дай посмотреть и заставил удалить. На днях ташкентский блогер Бахтиор Насимов опубликовал на своем сайте статью, в которой привел примеры запретов на фотографирование из личного опыта. И обратился к властям с просьбой опубликовать документ со списком объектов, которые фотографировать нельзя. Просьбу комментируют известные в стране и далеко за ее пределами фотохудожнику Мида Ахметова. В 2010 году за свои фотокартины, признанные ташкентским судом, виновные в клевете и оскорблении узбекского народа. Наш президент всегда призывает, что творческие люди были объективны, умели показывать недостатки в обществе. Если мы, творческие люди, не показываем недостатки в обществе, какое может быть развитие? И почему такое табу на фотографию? Вот это непонятно. А ведь Узбекистан всегда славился гостеприимством, доброжелательностью. В результате тотального запрета властей Узбекистана на любое свободомыслие у большинства обычных граждан республики развился необъяснимый страх перед фотокамерами. Чаще всего при виде наведенных на них объективов они начинают махать руками и закрывать свои лица. При этом панический страх жителей Узбекистана, как правило, подкрепляется неизменной формулой, как бы чего ни вышло. По словам известного ташкентского кинорежиссера Олега Карпова, этот страх имеет исторические корни. Вспоминая Бахтиера Насимова, который поднял очень актуальную проблему, До него еще Джеймс Джордж Фрейзер в книжке «Золотая ветвь» в общем-то то же самое сформулировал лет сто назад. Древние жители испытывали неподдельный ужас и скрывались, когда на них направляли объектив фотоаппарата. Дурной глаз коробки, как они его называли. Им казалось, что вместе с ними, со снимками фотомеров, несет их души и сможет воздействовать на них магическими средствами. Они утверждали, что даже снимки пейзажей причиняют вред ландшафту. Из года в год власти авторитарного Узбекистана придумывают все новые способы ущемления прав и свобод человека, оправдывая их надуманными мерами безопасности. На фоне всех остальных стран СНГ только в Ташкентском международном аэропорту действует запрет на вход в его здание провожающих и встречающих. Только в этой стране для выезда в дальнее зарубежье действует двухгодичная выездная виза, в которой из мнимых соображений нецелесообразности выезда может быть отказано любому гражданину. Подобных отнюдь не демократичных мер десятки, и запрет на фотографирование один из самых выпиющих в этом ряду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok